Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События» в студии Михаил Ермоленко. О главных новостях прошедшей недели расскажем через минуту. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Минувший вторник глава города Елена Лапушкина проверила состояние детских садов и школ, которые не так давно были отремонтированы и отстроены. Ранее такую задачу перед администрацией и профильным министерством поставил губернатор Дмитрий Азаров. Образовательное учреждение посетила специально созданная комиссия под руководством министра образования и науки Виктора Акопьяна. О мониторинге состояния здания репортаж Ольги Павловой. Мы ввели в эксплуатацию это здание 3 апреля, нам всего лишь 3 месяца. 3 месяца. Ну вот за эти 3 месяца мы должны посмотреть по поручению губернатора, каким образом вы эксплуатируете, есть ли какие-то вопросы к вам подрядчику, который осуществлял комитетный ремонт. Осмотр объектов образования начинается с детского сада номер 3 в Долотном переулке. Заведующая дошкольным учреждением Лариса Селькова отмечает, что для густонаселенного Куйбышевского района обновление здания стало настоящим подарком. В рамках нацпроекта «Демография» детский сад капитально отремонтировали буквально за год. Здесь появились методический кабинет, кабинет учителя-логопеда и логопеда-психолога, спортивный и музыкальный залы. Электропианино, которому можно не просто играть, но еще записывать музыку, потом ее воспроизводить. Синтезатор – очень удобная вещь, можно заниматься не только в музыкальном зале, но еще и берем с тобой и в группах. Осмотрела проверяющая комиссии детский сад номер 4 на Осетинской, который отстроили в рамках нацпроекта «Демография» и ввели в эксплуатацию в феврале 2020 года. Дошкольные учреждения оснастили всем необходимым – медицинским, кухонным блоком, залами для занятий и даже психолого-логопедическим центром для работы с детьми, которые испытывают трудности в общении и в обучении. Для маломобильных воспитанников сделали широкие дверные проемы, поручни, установили грузовой лифт для поднятия готовой пищи на второй этаж. Да, мы немножко обжились, у нас стало уютно. Мы стараемся, чтобы детский сад, каждая стена, уголок носила развивающий характер. Большая работа ведется и в относительно новом для Самары поселке Волгарь. Буквально в двух минутах ходьбы от детского сада номер 4, что на Осетинской, строится новая школа. Общеобразовательное учреждение будет состоять из пяти блоков. Сдать объект в эксплуатацию планируют в декабре этого года. Большое внимание губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уделяет вопросу привлечения средств из федерального бюджета. Школа очень нужна в Куйбышевском районе Волгарья. Мы ее очень долго ждали, пока федеральный бюджет нам поможет. Было заключено концессионное соглашение. Сейчас подрядчик Самарский и в том числе федеральный оператор возводят эту школу. В сентябре 2024 года школа примет своих первых учеников. Проверили по поручению главы региона Дмитрия Азарова и 29-ю Самарскую школу, где в 2022 году при поддержке регионального правительства был проведен капитальный ремонт столовой и пищеблока. В планах на будущий год ремонт входной группы. А вот в детском саду 123, что на Запорожской 28, куда также приехала проверяющая комиссия, уже вовсю идут занятия с малышами. С 2015 по 2022 годы учреждение было закрыто на капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Демография». Свои двери для ребят обновленный детский сад распахнул в феврале 2023 года. Сейчас в учреждении созданы все условия для безопасного пребывания воспитанников. Сад пользуется спросом. И, сами понимаете, открытие ясельных мест позволяет ребят отдавать раньше в детский сад и родителям выходить на работу. Мониторинг состояния отстроенных и отремонтированных объектов образования показал, что серьезных замечаний к учебным и дошкольным учреждениям нет. Все выявленные косметические недочеты будут устранены подрядчиками в рамках гарантийных обязательств до начала нового учебного года. Искренне радует, что серьезных замечаний нет ни в одном объекте. Да, в период эксплуатации, конечно, есть ряд замечаний, но это совершенно все легко устранимо. И максимальный срок устранения этих замечаний – 1 сентября, к началу нового учебного года. Часть подрядчиков справится гораздо раньше. После осмотра учреждений образования глава города Елена Лапушкина и министр образования и науки региона Виктор Акопьян встретились с педагогами, учениками и родителями в 10-й Самарской школе, где обсудили актуальные и волнующие вопросы, в том числе модернизацию образовательных учреждений. По поручению губернатора Дмитрия Азарова осмотр отстроенных и отремонтированных объектов продолжится. Ольга Павлова, Константин Головин, Николай Епифанов. События. В областной столице состоялась торжественная церемония чествования выпускников-медалистов. Глава Самары Елена Лапушкина вручила золотые медали за особые успехи в учении и памятные подарки от губернатора и администрации города 23 выпускникам. В событии также приняли участие председатель городской думы Алексей Дегтев, заместитель главы города, руководитель департамента образования Ирина Каковина, председатель общественного совета по вопросам образования городского округа Самары Наталья Толстых, а также руководители общеобразовательных учреждений и родители выпускников. С подробностями Светлана Кудрявцева. За особые успехи в учении самарским выпускникам-отличникам в торжественной обстановке вручили медали. Вчерашних школьников поздравили глава города Елена Лапушкина и председатель городской думы Алексей Дегтев. Они пожелали ребятам успешного поступления в вузы и достижения новых высот. Безусловно, это наша самарская гордость, и каждый год, вручая медали, меня переполняет чувство радости, гордости. Я понимаю, что у Самары замечательное, светлое будущее. В этом году в Самаре 4618 выпускников 11-х классов. 839 выпускников удостоены медали за особые успехи в учении. 96 выпускников из 59 образовательных учреждений в этом году получили 100 баллов по ЕГЭ. Причем 7 выпускников набрали высшие баллы сразу по двум предметам. Конечно, это такая самоотдача, это такое, в свое родное, самопожертвование. Время, которое отведено, может быть, на некие другие развлечения, ребята посвятили непосредственно учебе. Всем присутствующим родителям благодарен. Конечно, это педагогическим коллективам. После вручения медалей, дипломов и памятных подарков от губернатора и администрации Самары выпускники смогли пообщаться с главой города, задали интересующие вопросы. Глава Самары Елена Лапушкина напомнила, что с прошлого года в регионе действует новая мера поддержки, которую установил губернатор Дмитрий Азаров. Абитуриенты при поступлении в самарские вузы получают денежную выплату. Наше высшее учебное заведение, безусловно, достойно того, чтобы лучшие выпускники школ в них учились. Поэтому выбирайте совершенно точно, здесь вы будете востребованы. Илья Творянчиков собирается поступать на юриспруденцию. Сдавал по выбору историю английские общества знания. По всем предметам получил высокие баллы, а по обществу максимальные 100. И хотя усердно готовился, все равно результат приятно удивил. Четыре часа утра я увидел, сразу перезагрузил сайт, потому что не поверил. Думал, что ошибка какая-то. А потом свыкся, удивился, радовался, всю ночь не спал. Валерия Воронкова мечтает быть журналистом. И к окончанию школы уже успела стать победителем всероссийского конкурса «Большая перемена», который реализуется в рамках нацпроекта образования, и победителем Олимпиады по журналистике Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Конечно, это огромная честь. И это очень важно, мне кажется, для даже собственного удовлетворения, на самом деле, когда ты всю жизнь учишься только на «Отличный», и потом тебе дают такую ценную награду, как золотую медаль, а еще ее вручает глава города. Ну, это просто огромная честь. В завершении встречи выпускники сделали памятные фото с Еленой Лапушкиной, Алексеем Дюктивым, родителями и педагогами. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События. Они 11 лет хорошо учились и заслужили поощрение. Выпускников-медалистов со всего региона наградили поездкой в Москву. Вместе с ними в путешествие отправилась и наша съемочная группа. Подробности в репортаже Елены Чернявской. Они мечтали об этом моменте несколько лет, налегая на учебу. 90 выпускников общеобразовательных школ Самарской области получили поощрение в виде поездки в Москву. В их числе – круглые отличники, учащиеся из семи участников СВО, семи нуждающихся в социальной поддержке, претенденты на медаль за особые успехи в учении. Я являюсь чемпионом по настольному теннису. Это способствовало моей хорошей учебе в школе. Это дало мне мотивацию и уверенность в себе. После чего я начал хорошо учиться, закончил школу на одни пятерки. И, как вы видите, я оказался здесь. Я весь год была очень активным учеником, участвовала в различных конференциях, олимпиадах. Получила золотую медаль. Да, закончила школу на пятерке. Я еду в Москву, так неожиданно, очень приятно, очень радостное событие, которое запомнится в жизни навсегда. Я очень рад, на самом деле, что я попал на такое масштабное мероприятие. Я очень горд, что представляю Самарскую область на всероссийском уровне. Проводить ребят железнодорожного вокзала вместе с семьями и близкими выпускников приехал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Вы этого заслужили по праву, своим стараниям, упорством, учебой, конечно, результатом, с которым вы пришли к окончанию школы. Вы заслужили это право быть в числе лучших выпускников нашей страны, нашей великой Родины России в этот день. Традицию отправлять лучших выпускников в Москву заложили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и депутат Госдумы Александр Хинштейн. Эта акция носит в том числе и социальный характер. В этом году Кремлевский бал был отменен, и Александр Хинштейн в столице встретился с ребятами. Мы постараемся, ребят, для вас организовать максимально насыщенную программу. Я договорился сейчас уже с Третьяковской галереей о том, что для вас сегодня там организуют экскурсии. Завтра у нас с вами поездка в музей Царицын. Очень интересная, лучшая царская резиденция. Ну и подумаем, что еще для вас сделать с тем, чтобы приезд в Москву и ваше пребывание здесь вам действительно запомнилось. Александр Хинштейн обратил внимание молодых людей на важность дальнейшего выбора жизненного пути. В Самарской области создаются все условия для того, чтобы выпускники продолжали учебу в регионе и становились востребованными специалистами. В завершении встречи фото на память и пожелание доброго пути и отличного настроения. В столице выпускники провели два дня. Для них организовали экскурсию к Третьяковскую галерею. Потом побывали на Воробьевых горах и сделали фото на память. Мне все очень понравилось, особенно Третьяковская галерея. И сейчас мы здесь наслаждаемся прекрасным пейзажем. Настроение отличное, все хорошо. Во второй день пребывания в столице выпускники побывали в музее-заповеднике Царицыно. Ребята увидели Дворцово парк в ансамбль, созданный по заказу Екатерины Второй, выдающимися архитекторами второй половины 18 века, Матвеем Казаковым и Василием Баженовым в готическом стиле. И, конечно, много гуляли по Москве, заходили в легендарный ГУМ, побывали в парке Зарядье, прогулялись по Никольской. Мы увидели очень много различных московских достопримечательностей, различных старинных экспонатов. Это, на самом деле, очень круто и для меня лично, потому что в будущем я планирую поступать в университет, который находится в городе Москва. И, соответственно, таким образом я буду очень хорошо ориентироваться здесь. Ну и поэтому за это хочу сказать огромное спасибо организаторам данного мероприятия. В этом году в Самарской области школы закончили почти 12 тысяч 11-классников. Более 1800 ребят получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали за особые успехи в учении. По итогам прошедших ЕГЭ стобальные результаты у 188 выпускников. Из них 14 человек получили стобалов по двум предметам. Елена Чернявская, Константин Головин. События. От их знаний и умений зависит качество подготовки будущих школьников. В Самаре на прошедшей неделе подвели итоги областного конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года-2023». За звание лучшего педагога боролись больше 30 претендентов. Победителем стал самарский воспитатель одного из муниципальных детских садов. Также стало известно имя лучшего физинструктора дошкольного учреждения. Специальную номинацию учреждили в этом году. Все детали выясняла наша съемочная группа. Воспитатель Нина Беляева уже больше 11 лет трудится на благо дошкольного образования. Вспоминает, к конкурсу профессионального мастерства готовилось целый год. Уникальные методики преподавания, с помощью которых в саду работают с детьми с тяжелыми нарушениями речи, вошли в исследование, представленное жюри. О выработанных системах Нина рассказывает и в своем блоге. Как итог, молодому специалисту присвоили звание «Воспитатель года-2023». В рамках конкурса впервые наградили и лучшего преподавателя физкультуры. Номинацию «Физинструктор года» учредили в начале 2023-го. За победу в этой категории боролись 26 претендентов, представителей 13 городских и 13 сельских образовательных организаций Самарской области. Победителем стала Ирина Лобина, физрук одного из детских садов Нефтегорска. Звание лучшего инструктора года женщина получила за разработку методики преподавания, по которой дошкольники готовятся к сдаче норм ГТО. На счету педагога более 50 детей, обладателей знаков отличия разных номиналов. Сначала были немного трудности, а потом, когда мы стали работать по этой технологии, опробировали ее, и ребята успешно сдают комплекс ГТО на золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия. «Воспитатель года» – один из самых престижных конкурсов в сфере дошкольного образования. Победителю областного этапа предстоит защищать честь региона на этапе всероссийском. Конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года России-2023» совсем скоро пройдет в Волгограде. Данные участники являются воспитателями муниципальной системы. И только благодаря вот этой комплексности муниципальной системы, региональных властей и именно федеральной поддержке всей системы образования, люди на сегодняшний день ощущают педагоги Самарской области, ощущают вот эту значимость и достигают тех вершин, которые мы сегодня убедились и увидели. Областной конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года» проводится уже более 10 лет. Сейчас проходит при поддержке национального проекта образования правительства Самарской области и главы региона Дмитрия Азарова. Михаил Ермоленко, Игорь Казановский. События. «Хороший шанс заявить о себе». В Самаре прошли прослушивание для авторов в Академию современной музыки Ольги Кормухиной и Алексея Белова. Это уникальный проект по выявлению талантливой молодежи в музыкальной сфере. Авторы получат возможность стать студентами образовательных программ, выступить на российских фестивалях, а также выпустить собственный сингл. Ксения Баканова продолжит тему. Алиса Монахова-Седова исполняет лирическую песню «Грушенька». Для многих фольклор – это кокошник, матрешка в руках и нарумяниные щеки. Однако все не так просто. Народное искусство может быть современным, уверена артистка. «Очень красивая лирическая песня. Рассказывается о том, что молодая девушка на распутье, она любит молодого парня, хочет за него замуж, а он ее замуж не зовет, а родители отдают за старого, но состоятельного мужчину. Вот об этом история этой песни. Такие мэтры – это вообще счастье, если мы пойдем на образовательное обучение, потому что от них услышать комментарии, неважно положительно-отрицательно, это очень важно». В Самаре прошли прослушивания для авторов в Академию современной музыки Ольги Кормухиной и Алексея Белова. Этот кастинг – проект для талантливой молодежи, которая создает музыкальный контент. Он реализуется на средства президентского фонда культурных инициатив при поддержке администрации Самары и Самарского государственного института культуры. «Для ребят чрезвычайно важно услышать совет, который, возможно, перевернет их творческую жизнь, заставит их поверить в свои силы и реализовать все свои творческие замыслы и возможности на сцене. А услышать это слово и совет от действующих мастеров российской сцены – это вдвойне почетно и, я думаю, что нужно». Самые талантливые молодые авторы получат шанс стать студентами образовательного проекта, выступить на российских фестивалях, а также выпустить собственный сингл. «Они стараются выявить и поддержать именно авторов-исполнителей, не просто замечательно вокализирующих музыкантов, певцов, но и, прежде всего, тех, кто создает и потом сможет продвинуть свой собственный музыкальный контент». Эксперты говорят, для того, чтобы стать настоящей звездой, важно быть непохожим на других. Ведь копии сегодня никого не интересуют. «Чем более ты индивидуален, тем более ты интересен. Я многим говорил, из тех, кого мы прослушивали, что большинство из вас встает в длинную очередь за зарплату в очень маленькое окошко. И пока до вас дойдет время, окошко уже закроется. Старайтесь быть ни на кого не похожим. И для вас закроются огромные, большие окна». Проект не лепит будущих звезд, а развивает собственный талант конкурсантов, открывает творческие грани и воплощает в реальности все музыкальные задумки. «Конечно, через музыку, особенно через малые формы, такие как песня, можно быстрее найти, протоптать тропинку к душам людей, прямую тропинку, завевать их сердце, завевать внимание и через это объединять людей под правильными идеями». Самарская область стала одним из десяти регионов, которые принимают наставников Академии современной музыки. После очных прослушиваний Ольга Кормухин и Алексей Белов выберут 10 представителей от каждого региона. Однако только один из них получит возможность принять участие в финальном галоконцерте в Москве. Ксения Баканова, Константин Головин. События. Неравнодушные жители Самары продолжают оказывать помощь нашим бойцам на передовой в зоне спецоперации. Поддерживают военных как морально, так и материально. Одно из предприятий города запустило пошив специальной современной формы экипировки, которая готовится с учетом пожеланий и нужд бойцов на фронте. На производстве побывала наша съемочная группа. «Кровь еще быстро идет, кто может потерять сознание, умеет это потерять кое. Ему надо быстро перевязаться. Поэтому называется аптечка первой шелок, быстро выдергивается. Здесь идет жгут или турникет и индивидуальный перереживающий пакет». Десятки таких современных аптечек уже на передовой. Сохраняют жизни самарских бойцов. Александр Катаев и его супруга Елена готовятся к сбору следующей партии гуманитарной помощи в зону спецоперации. Проверяют наличие всей необходимой амуниции. Спрос большой, но и склады предприятия готовы его удовлетворить. «Когда все эти события известные начались, вот не мог стоять в стороне от всего. Это все переживал, читал, смотрел, также помогал, отправлял помощь от себя, от семьи. И когда началась мобилизация, уже все началось по всем другому ключе. Уже решили сами помогать армии именно с амуницией». Производство заработало 8 месяцев назад. Сейчас предприятие состоит из двух корпусов. В одном из них начинается работа над снаряжением для бойцов. По готовым лекалам специальный лазерный станок нарезает материал. Его готовят для отправки во второй цех производства. Уже здесь к ткани прикладывают руки умелые мастера. Каждый занят своим делом, отдельно изготавливают составные части и собирают воедино. Из-под иглы швейной машинки выходит все необходимое снаряжение. От корпуса бронежилета до подсумок для автоматных магазинов и гранат. Поначалу, после долгого профессионального перерыва, почти в 20 лет, было непросто освоить изготовление таких специфичных изделий. Но благодаря интересу и желанию помочь, дело сладилось. Рассказывает один из мастеров предприятия Елена Эккерт. Очень долгое время не шила, но вот профессия позвала в самый нужный момент. Это сложно поначалу, но это жутко интересно. Мы же с положительными мыслями, мы прямо посылаем эти мысли ребятам. Мы же их защищаем не только одеждой, но и своими мыслями. Одно из главных преимуществ этого современного производства – изготовление экипировки с учетом пожеланий бойцов. В зависимости от задачи – разведка, штурм и других – формируется комплект. Есть облегченные версии для маневренности на поле боя, есть тяжелая амуниция, когда бойцу во время штурма нужно быть максимально защищенным. Руководитель предприятия Александр по возможности сам связывается с самарскими защитниками в зоне спецоперации. Также начальники воинских частей присылают письма, в которые вкладывают список, что сейчас больше всего необходимо и какому подразделению. Обеспечивать покупку и доставку помогают неравнодушные самарцы и благотворительные фонды. Периодически в зону СВО предприятие присылает гуманитарные грузы, в которых также экипировка. Гуманитарная помощь от объединившегося народа – мам, пап, бабушек, жен – она очень поддерживает наших бойцов, и они чувствуют эту поддержку. Выражаем огромную благодарность Александру, который пошил для нас специально эти бронежилеты. Они суперлегкие, суперудобные. Будем теперь ездить за рулем наших военных автомобилей, вспоминать его добрым словом. Спасибо городу Самаре, всех тех людей, которые беспокоятся, помнят о нас. Победа будет за нами, враг будет разбит. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. В областной столице завершается сезон клубники. По всему городу продают душистую ягоду. Мы выяснили, как выбрать самую вкусную и безопасную. Елена Баканова покупает домой клубнику. Рассказывает, сезон уже близится к завершению, а она еще не пробовала «Царицу лета». Не уверен – не бери. Этим правилом руководствуется Елена, когда приходит на рынок. Ведь хорошую ягоду видно издалека. При выборе мы, естественно, обращаем ее в внешний вид. Ягоды должны быть достаточно крупные, сухие, без каких-то признаков плесени. И от них должен исходить приятный аромат, как от моей кубнички. Однако не всегда размер имеет значение. Наоборот, слишком большие ягоды могут вызвать недоверие у покупателя. Если клубника очень сильно крупная, некоторые пугаются, потому что такие сорта гигантела, она не всегда бывает. Не многие ей занимаются и выращивают. Поэтому в основном некоторые люди, особенно пожилые, они клубнику крупную не берут. Боятся, что это турецкая ягода. Сейчас сезон ягоды. Чужой ягоды нет, вся в основном наша местная. Плоды спелой клубники на кустах часто касаются земли. Поэтому перед употреблением ее важно тщательно промыть под струей прохладной воды. При этом замачивать ягоды не рекомендуется. Иначе клубника потеряет вкус, аромат и быстро испортится. Конечно, клубника – это вкусная ягода, полезная, является источником витаминов, минеральных веществ, клетчатки. Но также нужно помнить, что клубника может быть и причиной возникновения кишечных заболеваний и паразитарных заболеваний. Поэтому обязательно необходимо перед употреблением клубники ее тщательно мыть. После сушки ягоду нужно переложить в контейнер с бумажным полотенцем, неплотно накрыть крышкой и убрать в холодильник. Ксения Баканова, Сергей Баскин, Петр Паломеев. События. Это были главные новости прошедшей недели. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok